Ребята, привет! Я сегодня решила вам сделать какой-нибудь небольшой маленький влог. Как вы видите, мы приехали домой на выходные. Посмотрим. Надеюсь, что они будут тихие. Вот, а я подумала, что-нибудь сниму, не знаю, чего. Я вообще не знаю, чего вам, никаких планов нет, ничего вам показывать. Не собираюсь, никаких покупок нету, нет ничего стандартного того, что я показываю обычно на канале, поэтому сегодня будет какой-то просто такой, да, ваш не влог. Вот, не знаю, что получится. Мне, вы знаете, знаете, что хотела сделать, это очень скучно. Я, вероятно, всего вам это показывать не буду. Мне нужно разобрать все детские книжки. У меня их целый-целый шкаф, можно так назвать. Вот это вот тумба, вы ее видите, которая стоит из-за того, что нам, пока нас здесь не было, да, нам поставили дверь безопасности в нашу комнату. Безопасности у нас ее не было, этот дом построился. С комнаты безопасности без двери, и у нас теперь вот эта вот вся полка, которая стояла около стены здесь. Ребенок, смотри, что он делает. Он пошел. Он никого не спрашивает, он пошел. Ребенок, ты еще не готов сам туда ходить, стой. Нет, 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 сок не открывать. Сок не открывать нельзя. Дети, мои дети. Вот, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что Лене сидеть. Что, вон, видите, сколько детских книг, и это все, это все, да, нужно просто по-хорошему как-то разобрать. Мамины нервы. Спускайся, мой сукан, мой сукан, давай, спускайся. Ну, как ты будешь спускать? Мухкан. Мухкан. Иди сюда, Мухкан. Раз, два. Мама сильная. Раз, два. О, одной рукой. Молодец. Вот так, мама сильная у нас. Пошли менять, папа, стой. В общем, вот такие вот дела. Посмотрим, в общем, что у нас получится. Нужно лампочку поменять. Короче, что я сделала? Я решила разобрать некоторые вещи, которые можно освободить просто. Я пока книги не знаю, что с ними делать. У нас куча игрушек, вы не поверите. Я вот, наверное, два огромных мешка игрушек. Мы пожертвовали, я их отдала старшей дочери. Сказала, ты можешь сделать, там, базар продажи игрушек. Значит, все, что угодно. Можно делать с ними, что хочешь. В общем, целая куча осталась, да, чтобы вы не думали. И тут какие-то игрушки их самые любимые, которые они нам где-то выигрывали. Или, там, моя мама дарила, которая больше с нами нет. Ну, всякое такое, что они знают, что сентиментально. Они не готовы расставаться. Или просто они не готовы расставаться по своим причинам детским, в которые я не лезу. И я, как уже говорила не раз, я абсолютно даю. Даю всему этому происходить. Вот. Что я хотела сказать? Ой, что я принесла сюда вот это все. И я здесь сейчас принесла, пропорлисосила. Там такое творилось, боже. Я хочу разобрать все куклы. Они пока уехали с моей соседкой в супермаркет. Ну, час где-то. Самое время разобрать всех их куклы. Все куклы, что не в тему, можно будет, наверное, выкинуть. То есть, опять не выкинуть. Я опять просто беру, в мешок все складываю. Привожу там, где мы находимся в гостинице. И вот они там занимаются своим базаром. Они открывают... Ну, в общем, раскладываются, открывают свой базар. И распродают это, отдают, меняются. Всякое такое. Всякую херню несут домой. Но с хернем не происходит. Они забывают, что они несут. Поэтому я просто это выкидываю, что они несут. Вот. И сейчас я хочу это дело все как-то сюда поскладывать. Вообще понять, что тут есть. И, может быть, что-то уже красивое куклы. Слушайте, он, по-моему, еще разговаривает. Вот мне не везет. Спасибо. Несмотря на то, что вам кажется, что здесь балаган, нифига. У меня получилось освободить еще одну. Да, еще одну такую коробку. И коробку, корзинку. Сюда переложить весь дупло. Обожаю дупло. И вон, куда выкидывать не собираюсь. Он просто... Как это называется? Господи, лего дупло. А сейчас все это я сложу. Сейчас покажу, что творится. Смотрите. Я поменяла корзинку. Сюда положим туалетную бумагу. А эту я сейчас помою. Как ее помыть? Под усом, наверное. И туда сложу все магнитики. У нас сегодня, значит, мотивация на уборку и хранение. Сейчас вы спросите меня. Окей, сложила и что дальше? Куда ты? Все это. Все это у нас конкретно из-за того, что у меня нету дома хранения в комнатах. Уходит наверх. У меня на балконе стоит специально такой большой-большой, как сказать, пластиковый ящик. Если так можно назвать. У меня там все вот такие вот игрушки. Дети просто открывают входную дверь. Даже здесь в Израиле. Дорогие дети от хранения в домах. И выходят на балкон и просто берут то, что им надо. Это тоже, когда мы переедем, вернемся обратно. Эта кухня икеевская поедет наверх на балкон и будет стоять на балконе. Я просто на нее куплю. Я уже придумала. Куплю такое, знаете, противодождя. Накрыть ее. Знаете, как гриль накрывают. Накрой и все. Она будет стоять на балконе. И сейчас я вам покажу этот ящик. Там уже все сложено, все разложено. Давным-давно его привела в порядок. И это будет туда. Кроме вот некоторых таких. У меня наверху есть место для детей, где я храню игры определенные, которые, я знаю, они обожают эту дуплу. Обожают мои дети. Это два плюс. Ну, конкретно вот эти вот маленькие дуплы, да, вот эти вот. Мои дети их обожают. Они до сих пор с ними играются. Девочки особенно очень любят. Поэтому дуплы я оставляю в любом случае. Ну вот, чуть-чуть освободили. Книги мне все нужно просто перебрать. И да, и, наверное, этот шкаф просто уйдет. Книги я разделю по комнатам. Что-то наверх отнесу. У меня там есть полки. Что-то останется здесь снизу. Надо читать. И эти полки просто, этот шкаф с полками, да, или как это назвать, он идет у нас на улице. Здесь есть как сарай такой, где у меня там всякое хранится. Я весь сарай освобожу. Эти полки внутрь поставлю. И потом все, что там лежит в сарай сейчас не на полках, на полки разложу. Понимаете? Тогда будет более как-то спокойно. Вот это мой план. Но это не на сегодня, конечно. Сейчас я наверх пойду. Нашла еще целую кучу разных игр вайет. С детьми это, конечно, вау. Здесь тоже приняла порядок, убрала лишний. Здесь, видите, тоже это у нас наверху освободило. То, что не нужно. Вот. Я хочу сейчас посмотреть. Я знаю, что отсюда точно будет. Мои дети, кстати, маленькая Олега не любят. Это точно будет уходить. Это очень хорошая игра. Смарт-геймс. Я обожаю эти игры. А для развития немножко менее нас интересует. И я думаю, что это хорошая игра. Просто отдать куда-то в садик. Это для трех лет. Я думаю, что в садике надо тоже есть. Ну, очень страшно. Если еще одну принесу, правда. Мои дети не хотят этой играть дома. У нас есть хорошие другие игры от смарт-геймс, которые мы просто обожаем. Мы постоянно в них играем. Жаль, я вам не сфоткала, что было до этого. В общем, самая мелочь осталась для Ленин. Посмотрим, как он будет играться. Я там оставила пазлы такие. И здесь достаточно тоже. Нужно стены срочно красить. Освободилось. Тут нужно менять тоже что-то. Короче, сюда перейдут все книги как-то. Посмотрим. Тоже есть какие-то там игрушки, которые, кстати, можно будет потом туда внутрь засунуть. Ну, посмотрим. Это мы все посмотрим. В общем, внизу вроде тоже освободилось. Вот так вот. Вот так вот я пихаю куда могу. Ну, и избавилась я от много чего. Что-то мы пожертвуем в школы. В школах, в такие школы, в садике. Игры разные. Мусор. Пошла я. Внизу там такое вологон. Пить хочу. Где вода? Показать. Вот такой вот у нас огромнейший ящик с паутиной, который нужно почистить. И здесь вот, в общем, я храню все. Он зимой от дождя не промокает, промокает. И дети красиво умеют у меня здесь отсюда доставать. Я убрала некоторые вещи, с которыми они не играют вообще. Например, вот эти вот. Они уже с ними перестали играть. Я хочу посмотреть, если они про них вспомнят, когда это будет здесь или нет. Если нет, то уйдет. Вот. А здесь оставила более-менее то, что играем. То, что не играется, ушло. Даже пазлы сюда переложил, потому что уже не со всеми она хочет. Не все пазлы она хочет забирать у меня. У меня средняя дочка очень пазлы любит. В общем, это открываем. Следующий день я решила забрать книжки. Это все мы выкидываем. Смотрите, как мало осталось. Все, я разбрала всю полгу, в принципе. Все. Это то, что я оставляю. У нас даже есть маленькая книжная полочка на русском. Здесь детская ребенка, который маленький перед сном. Всякая такая куку, тракуку. Прошлась. Все, что оставляет или не оставляет. Тут классика жанра израильская. Евридовра вообще, как говорится. Всяких книг. У меня еще наверху чуть есть. Нужно там тоже, конечно, разобрать. И все это, конечно, мы будем уже жертвовать, а не выкидывать обязательно. Книги не выкидываем, жертвуем. В Израиле покупать книги – это очень принято. Поэтому, да, крикнув, я это сделала. Я все принесла наверху. Ура. Все это выкидывать. Как бы жертвовать. А это я уже потом еще все делаю. Сейчас покажу, как наверху. Вот так вот получилось. Здесь вообще планируется подлиннее диван. И этот весь низ вообще закроется, будет неактуальным. Не самое красивое, может быть. Нормально. Вечер. Погода. Мы такие все раздетые. А тут так прохладно. Вообще, я как... Небо и земля. Погода, конечно, на и та же страна. А разница в высоте дает свое... Я не знаю, сколько сейчас градусов. Ну, это прохладно. Я думаю, что градусов... Ну, не знаю, 19, наверное, после 36. Может быть, я преувеличиваю. Может быть, 20. Но очень прохладно. Вот. А мы раздетые. Идем домой. Ребенок хочет сказать. Спокойной ночи трактором. Чао. Доброе утро. У нас уже новый день. Я, вдохновившись своими уборками дома, я с собой очень горжусь. У меня просто получилась гениальная уборка. И получилась хорошо. Это стеллаж. Вот это слово. Стеллаж. Освободить его. А я даже сюда привезла некоторые книги и игрушки. Да, дядетский сад, где наши дети. Вот. И даже навела порядок здесь у себя в комнате. Тоже разобрала некоторые игрушки. Так, знаете, все выгребла. Освободила для Шайли одну такую половину полки, можно назвать. Куда она сможет свои такие школьные принадлежности сложить. То, что нужно. Хотя нам еще список не дали. Не знаю вообще, что-то нужно или не нужно. В прошлом году нормально дают список, да, перед первым классом, вторым, третьим, четвертым и дальше. Но в прошлом году из-за того, что мы были эвакуированы и до сих пор, то просто в школе все давали. Ничего не нужно было. Ну, кроме там пенала и пенала. Чего еще? Пенала. Пенала и сумки. Все остальное давали. Плюс в Израиле дневников нет, поэтому дневник не нужен тоже. Вообще, в общем. А, в общем, здесь тоже все разобрала. Такое утром стало. Целый мешок собрала пожертвовать. Всякой ерунды, что Шайли понатаскала от друзей, что нам абсолютно не нужно. В общем, да, тоже так распределила. На улицу немножко. У нас такая пластмассовая ящика тут тоже на улице стоит, как и дома. Положила то, что меньше пользуется. Посмотрим, будут они играться с этим или нет. Если нет, тоже уйдет куда-то. Вот. А сейчас я тут собираюсь отсылать сумку, которую я продала. У меня есть их две. И я вам хочу показать, потому что я знаю, что иногда у меня покупали уже сумки через YouTube. А в Израиле девочки, у кого нет в Instagram, хочу вам показать, что я продаю. Может быть, кому-то будет интересно. Первый у нас здесь это Toad, который продался за 5 минут буквально. Я не знаю, я его так сложила. В принципе, как он пришел. Ну, что-то я чуку его так присылать. Не знаю, может быть, его как-то переложить. Сейчас, не знаю, посмотрим. Вот. А вторая сумка. О, боже мой. Это так. Немножко с болью на сердце. Я решила с ней расстаться. Это Мусуби Акне в черном цвете. Я притащила с дома, когда мы сейчас были в коробку, которая... Это вообще коробка Лоэве была. Я получала Лоэве, но она сюда как раз хорошо влезла. Покажу вам, что-то я вам не показываю. В общем, вот такой вот Toad продаю. Это точно такой же, как мой... Какой он у меня там... Какого цвета? Бордовый шоколадный. Такой темный. Я очень хотела светлый Toad. Прямо очень. Но когда я его получила, поняла, что что-то мне светло не очень. Или я себя не вижу в этом. У абсолютно новый. Я его получила, померила, вам сняла видео. Вот сейчас продала. И сейчас я хочу его немножко по-другому сложить. Он так и пришел, кстати. Весь вот так вот скрученный. Не знаю, как его сложить, если честно, не понимаю. Вот. Имбусуби моя черная. Я решила с ней расстаться. Она мне очень нравится. Почему я с ней расстаюсь? Потому что мой мозг в этом году работает очень рационально. Из-за того, что мы эвакуированы. И очень рационально вообще все используется. Кроссбадди. Она рассчитана на кроссбадди. Я не хочу ее в руке отыскать. И точно не на одном плече. Кто-то мне предложил. Я вообще не для этого создана, чтобы носить сумки на одном плече. Кроме как тоутов. И я хочу носить кроссбадди. Я не раз говорила, что ремешок для моего объема тела коротковат. И она меня просто душит в зоне шеи. Она неправильно сидит. Она как бы подскальзывает вверх так. И душит меня. Душит. Душит он ремешок. Вот. И я, как сказать, со скрипом на сердце с ней расстаюсь. Я надеюсь, что я не пожалею. Потому что она мне нравится. Но мне, наверное, больше на данный момент, опять же, рациональность моя включается, нравится идея ее иметь, нежели ее носить. Понимаете, что я имею в виду? Поэтому я решила после долгого обдумья, это всего лишь сумка, но так или иначе, с ней расстаться. Так что да, кто хочет из вас узнать информацию, за сколько я ее продаю? Цена соответствует более или менее рынку. У меня, как всегда, дешевле, учитывая, в каком состоянии их продаю. Спрашивайте. Вы можете меня спросить или в Инстаграме есть вся информация в инфобоксе, или на барахолке вся информация, где я продаю вещи, вся информация в инфобоксе. Или вы можете меня спросить по имейлу, как некоторые из вас спрашивают, тоже вся информация в инфобоксе. А те, у кого из вас есть мой телефон WhatsApp, кому я из вас уже продавала сумки, тоже можете спрашивать напрямую по WhatsApp. Вот. Ну, и так, кому интересно. Так что все, я пошла упаковывать эту дорогушу. В конце концов, так и сложила, иначе никак. И поехала. Итак, раз вам рассказываю про школу, хочу показать. Я хочу сейчас положить Шайле сумку и ее пенал. Мы останемся с рюкзаком с прошлого года, хотя он не самый удобный. Я купила ей пенал, вообще самый простой. У нее был другой. Я купила самый простой. Сейчас покажу, что нужно в первый, во второй класс в Израиле. Это будет очень отличаться, если вы живете в других странах, от того, что, наверное, нужно у вас. Не знаю. Во-первых, нужно четыре маркера. Маркера четырех цветов у нас. Я просто купила ей упаковку маркеров. Именно таких, как это сказать, сияющих. Купила упаковку. И кладу. Наверное, это отлично будет. Потом нужны маркеры, такие черные, которыми можно рисовать на такой белой доске. И стирать их любой салфеткой и всякое такое. Вообще доску тоже нужно с собой таскать. Но в прошлом году из-за того, что мы эвакуированы, не нужно было доску с собой таскать. Но маркер нужен был. Тут не рисуют на доске смело. Может быть, в каких-то школах, да. Здесь доска такая белая, да. И на ней маркером рисуешь. Вот у ребенка тоже должен быть с собой маркер. Вот у меня есть два. Потом ручками. Никто здесь не пишет в первом и втором классе. Дальше, наверное, будут когда-то писать. Но пока нет, только карандашами. И карандашами простыми, но хорошими качествами. И должны обязательно быть стерки. Резинки, да. И обязательно должна быть... Как это называется? Ой, слово вылетело, представляете? Добыла. Точилка, точилка. Господи, точилка. Должна быть обязательно точилка. Обязательно клей. Вообще, по-моему, этот клей какой-то фиговый. Там кто-то давал. Сейчас посмотрим, может быть, его поменяю. Резинки здесь, по-моему, тоже не очень качественные. Нужно пойти попробовать. Я вообще все пробую перед тем, как я ей даю. Это я сейчас нам подружка подарила. Ей целую кучу. У меня есть то, что я ей купила. Более качественно. Должны быть ножницы, которые мешали себе волосы. Два раза уже обстригла. Линейка. Как я сказала, карандаши. И все-все должно быть или подписано, или наклеена наклейка с именем ребенка. Я беру ей два... Два клея. Точилка хорошая. Проверила только что. Поточила ей. Клей вот этот, по-моему, нормальный. Ну, еще лучше всего желтый такой, как он там называется. Не помню. А вот это все. Сейчас пойду проверю. Порисую, посмотрю, чтобы хорошо стирала. Уже если плохо стирать, то она в к нам надо такое. Вот такой вот пенал для первого и второго класса в Израиле. Вот. Вот этот клей лучше, видите? И наклейка здесь у меня шайлин нарисована. И я ей купила такие сама резинки, резинки, ну, стерки. Вот такие вот в стимацкие. Ну, есть какие-нибудь крутые. Так классно вообще стирает вообще. Суперские. А те резинки еще не проверяла. Я уже вам смонтировала видео. Сейчас буду заканчивать. Я как раз тут кушаю. Мне очень интересно. Салат. Я себя заставляю кушать салат. Я очень не люблю салат. И я себя заставляю его кушать. Это салат с хиной. Просто. Овощи, помидоры, порезанные. Овощи, помидоры, огурцы, помидоры и тхина. А там еще было две котлеты. Вот. Я просто заставляю есть салат. Потому что нужно овощи в тело. Я вообще овощи не люблю. Вот. Я посмотрела про пенал. Забыла сказать. Еще здесь в первом классе нужно мелки. Такие, которые выкручиваются. Как шурупные мелки. Не просто мелки, которыми рисуешь. Не мелки для доски. А мелки для листа бумаги. И здесь есть мелки, которые выкручиваются. Так и закручиваются обратно. Такие тоже нужно было в первый класс. Но из-за того, что мы эвакуированы, ими никто не пользовался. Поэтому целая куча таких мелков у меня осталась дома. Я их даже сюда не привозила. Эх. Это еще увидела, что они все новые. Думаю, окей. Классно. Оставлю дома. И не привезла их. Не знаю, понадобится. Привезу. Вот. Интересный пенал у нас получился. Кстати, все резинки выкинула. Фигня какая-то. Оставила я ту хорошую, которую купила. Не люблю я. Честно, вот честно. Скупой платят дважды. Не люблю я фиговую, фиговую эти самые дешевую фигню, которая не очень хорошо работает. Тем более для моего ребенка, у которой у нее просто терпения не будет это все стирать. Она через пару минут от того, как у нее не получится стирать, сразу раздолбить нафиг всю тетрадку, все карандаши и все стерки. Поэтому мне нужно что-то, чтобы работало моментально и хорошо. Ну, это так, это наше. Вот, все. Я буду заканчивать такой вот спонтанный влог, который у нас с вами получился. Вот такое у нас получилось с вами вдохновение на организацию пространства, если так можно назвать. Напоминаю, что пространство у меня дома, оно у меня специфическое. Оно мое, у меня очень специфический дом. С абсолютным отсутствием хранения всего везде и вообще. Поэтому у меня достаточно минимализм в том, что у меня есть. Иначе все это будет как один большой хлам хламиться непонятно где, непонятно как. Поэтому у меня всего очень мало. Все, когда к нам заходят сюда в комнату, где мы сейчас уже год практически, говорят, как ты можешь с таким минимумом, с тремя детьми? Я вообще не чувствую, что у нас есть какой-то минимум. Мой муж тем более не чувствует, что у нас какой-то минимум. Это значит образ жизни каждого, да? Каждый выбирает для себя образ жизни, это наш образ жизни. Нам этот минимум даже не кажется минимумом. Я не знаю, как вам кажется это со стороны. Я не знаю, можете нам сказать минимум это или не минимум. Или это минимум по соотношению к израильской голове. Потому что это тоже может быть что-то абсолютно другое. Все, ребята, надеюсь, вам было интересно. Мы с вами увидимся в следующий раз. Пока!